Оценивая результаты белорусско-российского сотрудничества за прошедшие 15 лет, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что прежде чем говорить о завершающих этапах формирования Союзного государства, необходимо создать единое энергетическое и транспортное пространство. Важным вопросом госсекретарь также назвал и согласование промышленных политик двух стран. А на Ваш взгляд, почему именно вопросы в этих сферах пока остаются нерешенными? Союзное государство все-таки не формализует формат тарифных, нетарифных методов единой налоговой политики. Это несколько другой формат. Формат, если мы говорим о таможенной политике, это таможенный союз. Если мы говорим о микро-макроэкономической политике, это единое экономическое пространство. Или в данном случае оно трансформировалось с 1 января 2015 года в Евразийский союз. Но вот если мы заметим, проанализируем эволюцию этих интеграционных образований, то тут действительно кроме как ясностей каких-то, да, вот эволюция, мы, так сказать, развиваемся, создали там единую тарифную систему. Есть и ряд вопросов. То есть, ну, например, вот те же войны, как их называли любят журналисты, там молочные войны, да, там санкционные войны, там по сахару были, да, то есть ряд можно, там продуктов питания, вот сейчас мы видим, да, в принципе они переходят с запретительных в рамках еще таможенного союза. То есть что такое таможенный союз? Это когда две страны, а, унифицируют тарифную, нетарифную политику, и, б, в принципе, не применяют никаких ограничительных мер. То есть вот как бы это. А мы продолжаем даже в рамках ЕГ, вот, так сказать, применять друг другу какие-то санкции. Возникает вопрос, почему? Ответ тоже достаточно простой. А потому что условия хозяйственные и в России, и в Беларуси, они немножко разные. То есть россияне говорят, товарищи дорогие, вы сегодня датируете сельское хозяйство, да, вы сегодня, так сказать, фактически монополию ввели на госзакупки цены, да, то есть закупаете для переработчиков по более низким ценам, чем формируется в конкурентной экономике, в рыночной экономике. Мы это все не делаем, и вы эту продукцию белорусскую поставляете фактически по нерыночным методам сформируете на российский рынок. Это ненормально. Ненормально с точки зрения подходов ВТО, да, где Россия и члены ВТО. Мы говорим, это наша экономика, мы как хотим, так и работаем. Но они говорят, так это же единая политика. И вот формат согласования, переход к единой политике, да, макро-микроэкономической, вот сегодня мы как бы еще находимся в переходном периоде. Вопрос, а что же делать? Но опять мировая практика показывает, если опять какими-то штампами руководствоваться, ну, вхождение страны в ВТО. Там есть на уровне согласования условий вхождения, есть переходный период. То есть вот Россия взяла на себя переходный период, там, 9 лет, да, но 3 года это были ключевые. Там Китай, когда входил в мировую экономику, он 12 лет взял, да, то есть разные периоды есть. Есть страны, которые прямо с подписания все сказали, нам никаких переходных не надо периодов, мы удовлетворяем это. Так вот, с этой точки зрения надо понимать, что у нас, Казахстан, Беларусь, Россия, немножко разные экономики, мы по-разному формируем свой бюджет, как я еще раз отмечу, 60% бюджета это нефтянка для Российской Федерации, кстати, что-то более-менее близкое, и в Казахстане это тоже сырьевое государство. И для них дележ, или, так сказать, уменьшение доходности от нефтяных доходов, это существенно, и мы видим по этой ситуации. Поэтому речь идет о переходном периоде. Поэтому это не является каким-то элементом недоверия, это дорожная карта. Более того, я бы отметил еще, что на уровне, вот вы сказали, энергетический, транспортный рынок, я бы отметил еще один очень существенный рынок, то, которое мы сегодня пожинаем плоды, это девальвационное согласование, девальвация политики, в мире есть такое понятие, это валютные войны. Вот фактически, не объявляя друг другу валютных войн, все три страны, они используют этот инструмент, так сказать, на все сто. Мы вспомним, в мае это девальвировалось, то не, так сказать, казахская валюта сразу на 10%, не уведомив, так сказать, своих партнеров, но, слава Богу, в кавычках, наша доля, так сказать, рынка с Казахстаном не очень существенная, мы не пострадали. Вот пример Российской Федерации. Мы видим, что еще более существенная девальвация, это произошла гривна на 70%, а это второй страновой партнер, да, поэтому этот вопрос тоже, он отодвинут на будущее, тоже к 2025 году предполагается, кстати, в Астане создать единый, ну, как бы, эмиссионный центр, банковский центр. Поэтому это нормальная ситуация, это вот та дорога, которую надо пройти, не надо строить какую-то трагедию. Хотя, опять-таки, хочется как-то, так сказать, все это сделать быстро и хорошо. Не зря есть и белая книга, вот, изъятие, да, в рамках ЕГЭК, не зря, так сказать, евразийская комиссия работает над этим процессом, но сейчас этот вопрос решается в рамках двусторонних переговоров, да, вот, баланс нефтянки, там, баланс, так сказать, по автосборочным производствам, там, локализация продукции машиностроения, вот, проекты, о которых говорил президент, это джилис Китайской Народной Республики. То есть, в принципе, ну, эти все проекты, их можно решать. Главное, надо подходить друг к другу с взаимозажением и учитывать взаимные позиции.